здравствуйте сегодня хочу вам предложить связать узор этот узор вяжется очень легко значит для этого узора надо набирать количество петель кратно должно 4 и плюс 2 кромочные петли для образца я наберу 22 петли набираем петли обычным классическим способом 22 петли набрали петли первый ряд мы будем все петли провязывать изнаночные снимаем кромочную и вяжем изнаночные петли в конце ряда кромочную также будем провязывать изнаночной петлей довязываем петли до конца поворачиваем вязание второй ряд кромочную снимаем теперь будем провязывать лицевую петельку за заднюю стеночку провязали петелечку вытягиваем делаем чтобы она была по свободнее и с левой спицы петлю не снимаем провязываем две петли вместе и также не снимаем слева спицы теперь провязываем 3 петли вместе смотрите вот так же и снова мы с левой спицы не снимаем их и еще один раз провязываем 4 петли вместе вот так смотрите как получается теперь снимаем все провязаны 4 петли с левой спицы и здесь у нас также на правой спицы 4 петли добавилось сняли вот так у нас получается продолжаем вязание провязываем одну петелечку первую за заднюю стеночку петлю видите вытягиваю по свободнее теперь две петли провязываем вместе и также петли с левой спицы не снимаем 3 петли провязываем вместе и 4 петли провязываем вместе за заднюю стеночку вот так смотрите провязали провязали мы 4 петелечки теперь снимаем все петли 4 с левой спицы которые мы провязали и так продолжаем вязать до конца ряда в конце ряда кромочную провяжем изнаночной петлей провязали второй ряд поворачиваем вязание вяжем третий ряд узора кромочную снимаем и все петли провязываем изнаночными так будем вязать до конца ряда в конце ряда кромочную также провяжем изнаночной петлей продолжаем вязание провязали третий ряд по узору теперь будем вязать четвертый ряд четвертом ряду кромочную снимаем затем провязываем 2 лицевые петли провязываем их за переднюю стеночку эти петли далее будем провязывать 4 петли лицевыми петлями сначала провязываем одну петелечку за заднюю стеночку провязываем вторую петелечку и также не снимаем петли с левой спицы затем провязываем третью петлю и четвертую петлю провязываем получается мы 4 вместе провязываем петли вот так видите и теперь снимаем с левой спицы 4 провязанные петли на правой у нас здесь также 4 петли и так продолжаем вязать дальше а далее продолжаем также сама провязываем 1 лицевая петля за заднюю стеночку 2 лицевые петли провязали 3 петелечки смотрите провязываем вместе и 4 петли провязываем вместе за заднюю стеночку вот так теперь снимаем все четыре петелечки с левой спицы продолжаем вязание до конца ряда в конце я покажу как там будет смотреться у нас дальше в конце ряда провязываем 4 петли вместе вот так по одной петле и вот теперь 4 теперь прошли сняли остается две петли провязать нам обычно лицевой за переднюю стеночку а и знали простите кромочную провязываем изнаночной петлей провязали провязав четвертый ряд и на этом вязание узора окончена узор теперь надо повторять с первого ряда провязав несколько рядов еще этого узора смотрите какой получается узор это так он смотрится с лицевой стороны вот такая у него изнанка еще я провязала этот же узор но более толстой пряжей более плотной и вот так он смотрится этот узор смотрите также выглядит хорошо вот так можно посмотреть в сравнении как смотрится это здесь хлопковая полу хлопковая пряжа здесь более теплая шерстяная пряжа этот узор смотрится так же хорошо как в этом исполнении так и в этом исполнении с другой пряжи что хочу сказать этот узор очень легкий всего четыре ряда сможет справиться даже новичок легко запоминается спасибо за внимание до новых встреч